Добрый день еще раз. Как со звуком? Плюсики ставим в чат. Буду чуть потише. Так получше? Отлично. Ну что ж, тогда начнем наш вебинар. В этом году запланировано со мной много встреч. И это моя идея. В самом конце прошлого учебного года, в мае, мы обещали ввести регулярные обзоры наших книжных новинок. Обещания исполняем и представляем трек ежемесячных вебинаров с новинки издательства Директ Медиа. Сегодня я расскажу вам о новинках сентября 2019 года. То, что мы сделали. Огромная работа. Огромная благодарность всем коллегам издательства. И особенно хочу отметить, что благодаря тому, что мы не заточены на школьную литературу, например, или на литературу среднего профессионального образования, мы можем себе позволить привлекать книги для разных образовательных категорий. И для школы, и для вузовских специалитетов, бакалавриата, магистратуры. Что, собственно, с удовольствием мы делаем. Основные направления наших издательских интересов – это естественные и точные науки, инженерные науки, энергетика, информационные технологии, экономика, педагогика и психология, социально-гуманитарные науки, медицина и искусство. В слайде, который вы видите, смешные рожицы обозначают то, что мы наполнили в этом сентябре. То есть по направлению появилась новая литература. Это огромное достижение. Плюс мы действительно разнонаправлены настолько, что кроме учебной и научной литературы формируем коллекции из уникальных и редких книг, находящихся в общественном достоянии. О них чуть-чуть расскажу, но в самом-самом конце. Итак, новинки сентября. По направлению экология и экологическая безопасность мы подготовили учебно-методическое пособие по экологическим дисциплинам для магистратуры. Оно предназначено для совершенствования образовательного процесса в магистратуре по направлению подготовки 06-04-01. Это биология, направленности, биоразнообразие и экологическая безопасность. Оно содержит основной теоретический материал по экологическим дисциплинам, а также методические рекомендации по проведению лабораторных работ. Сразу оговорюсь, что все книги, которые мы выпускаем, размещаются в электронной библиотечной системе и на сайте нашего издательства доступны как для покупки физическими лицами, так и для комплектования юридическими лицами, библиотеками, вузами. Они доступны для пользователей студентов в электронном и, если желаем, в печатном виде. Следующая новинка. По направлению зоология мы выпустили целых две книги. Это энтомология, учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки магистратуры 06-04-01. Учебное пособие разработано с целью повышения качества знаний, умений и навыков обучающихся, а также совершенствования самостоятельной работы по дисциплине энтомология. Пособие содержит теоретический минимум, иллюстрации, указания к лабораторным занятиям и контрольные работы. Также мы подготовили краткий глоссарий. По зоологии беспозвоночных у нас много материала. Глоссарий был просто необходим, он небольшой, компактный. При освоении курсов зоологии беспозвоночных и энтомологии студенты испытывают трудности в усвоении программного материала из-за встречаемых терминов. Некоторые термины были неизвестны, некоторые только входят в биологический обиход. Поэтому создание такого глоссария было закономерным, и они периодически должны выходить. Кроме того, этот глоссарий будет полезен не только для обучающихся в вузах, но и для учащихся при подготовке к ЕГЭ. По направлению энергетика, типологии объектов недвижимости, мы подготовили книгу «Правила определения класса энергетической эффективности и маркировки объектов в двух частях». В этом издании изложены основные правила определения класса энергетической эффективности и маркировки объектов. Приведено большое количество нормативных актов, а также практические рекомендации. Две части, обе значительные, по 500 страниц каждая. Настоящее издание предназначено для использования при разработке и проведении мероприятий по повышению энергетической эффективности, маркировке энергоэффективных объектов, повышении квалификации специалистов и может и должно быть использовано при работе на практике. Это издание, хочу обратить внимание на автора этого издания, Можаев Евгений Евгеньевич с авторами подготовили не только эти две части, которые мы выпустили в сентябре, но чуть позже мы скажем еще об одной книге. Хотелось бы обратить внимание, что этот человек, выдающийся, не побоюсь этого слова, первый проректор Российского государственного аграрного заочного университета, заместитель председателя Московского областного отделения Общества испытателей природы, член Нью-Йоркской академии наук. Мы считаем большой удачей поработать с этим выдающимся ученым и с удовольствием представляем вам его книги. По направлению транспортные средства. Было подготовлено учебное пособие «Работоспособность грузоподъемных машин». В этом пособии представлены основные виды грузоподъемных машин, а также методы оценки их надежности. Рассмотрены возможные неисправности, отказы элементов механизмов, несущих конструкции грузоподъемных машин и даны способы продления их ресурса. Рассмотрены методы технической диагностики и методы оценки остаточного ресурса грузоподъемных машин. Это пособие предназначено для студентов направления подготовки 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства профильного подъемного транспортного строительных дорожных средств и оборудования, а также 23.03.03 эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов профиля сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, очные и заочные формы обучения, очень многопрофильное учебное пособие. Кроме того, оно не только в вузах используется, но полезно и для инженеров и научных работников механических специализаций. Архитектурное проектирование. Это направление для нас приоритетно в этом году, так же, как и направление по туризму. Туризма в сентябре мы не представляем, а вот по архитектурному проектированию мы подготовили книгу, и даже она уже вышла из печати. Вот, показываю. Архитектурное проектирование зданий дошкольных образовательных учреждений. Это учебное пособие. Оно предназначено для студентов направления подготовки архитектуры по уровню бакалавриата и по дисциплине архитектурное проектирование. Содержит методические и практические рекомендации по проектированию дошкольных образовательных учреждений. Материал здесь сопровождается иллюстрациями, контрольными вопросами для самопроверки. Объем небольшой, но напоминаю, что это учебное пособие. Медицина. Мы говорили в конце прошлого учебного года о том, что медицина довольно сложная для входа направления. И мы попытались туда войти, однако, может быть, мы пошли по линейкам книг. Но на самом деле это очень важно, когда не просто какое-то точечное попадание выходит в направлении, но прослеживается тенденция. Вот, например, в медицине «Варикозная болезнь» было выпущено 4 книги автор Борсов. Это книги для ординаторов и студентов медицинских вузов, обучающихся по направлениям 31-00-00, это клиническая медицина, и 0-60-101-65, это лечебное дело. Кроме того, в ряду этих книг отдельным стоит учебное пособие, которое предназначено не только для обучающихся, но и для практикующих сердечно-сосудистых хирургов. Пятая книга по медицине, вышедшая в сентябре в нашем издательстве, это «Портальная гипертензия. Учебное пособие». В нем рассматриваются вопросы этиологии патогенеза клиники и диагностики портальной гипертензии. Подробно описаны основные вопросы тактики ведения и лечения больных с различными формами данного заболевания. Это пособие имеет практическую направленность и позволяет освоить тактические и практические умения и навыки. Оно подготовлено в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и основных профессиональных образовательных программ по специальности лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, стоматология по дисциплине хирургические болезни и предназначено для студентов и ординаторов факультета последипломного образования медицинских институтов. По направлению «История России» и «Отечественная история» мы подготовили книгу. Это монография. Она тоже уже вышла из печати. Я вам ее демонстрирую. Настоящая книга «Москва. Московские пригороды. Пригородные поселения во второй половине 18-го начала 20-го века». Данное исследование посвящено трансформации жизни сел, деревень и слобод, которые в 18-м начале 20-го века оказались в непосредственной близости от границ Москвы, испытывая на себе влияние города. Когда они кардинально трансформировали свой характер. В зависимости от целого ряда факторов эти процессы протекали по-разному. И данная работа – это комплексное исследование процесса приобретения пригородными поселениями черты признаков города до момента их официального включения в состав нашей столицы. А также формирование и развитие такого элемента городского пространства, каким является пригород, предместие. Книга рассчитана на внимание историков и всех тех, кто интересуется процессами городообразования и урбанизации. А также истории Москвы 18-го начала 20-х веков, вошедших в ее состав сел, деревень и слобод. По направлениям источника ведения «История России. Отечественная история» мы подготовили книгу «Потери населения СССР» в 1937-1945 годах. «Масштабы и формы. Отечественная историография». Эта монография посвящена советской и современной российской историографии масштабов и форм репрессий и потерь населения в указанные годы. Большое внимание уделяется методологическим аспектам и научно-организационным формам становления системы исторических знаний. Предложена и обоснована авторская периодизация развития историографии проблемы. Анализируется осмысление историками демографических потерь, понесенных советским обществом вследствие массовых политических репрессий, этнических депортаций, а также в годы Великой Отечественной войны. Исследования рассчитаны на специалистов по советской истории, отечественной историографии, а также всех читателей, интересующихся эпохой сталинизма. Читателей этих много. Мы видим растущий интерес к сталинской эпохе, к репрессиям, ввиду того, что многие документы стали открыты, и поколения меняются. Поэтому очень важен выпуск книг именно с научной основой, не просто мемуаристика и воспоминания, а полноценное научное исследование. Также по направлению истории мы выпустили учебник для вузов «История России с древнейших времен до наших дней». Увесистое издание, 733 страницы. Этот учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения. В нем освещается тысячелетняя история России, а также отражен многогранный противоречивый процесс осуществления реформ в нашей стране, включая новейший период истории. Этот учебник был актуализирован автором. Он предназначен для студентов высших учебных заведений, изучающих историю России. Может быть полезен абитуриентам, поступающим в вузы. Учебник дважды награжден дипломом лауреата Всероссийского конкурса за лучшую научную книгу, проводимую Фондом развития отечественного образования среди преподавателей высших учебных заведений в 2013 и 2017 годах. И повторюсь, этот учебник в 2019 году был актуализирован, то есть дополнен автором Моисеевым Владимиром Викторовичем. По направлениям информационной системы в экономике, информационной технологии в экономике, информационной технологии в экономических правовых исследованиях и современной финансовой технологии была выпущена монография «Цифровизация финансово-кредитной сферы в современной России». В ней обсуждаются проблемы развития цифровой экономики и, в частности, финансовой сферы. Особое внимание уделяется проблемам развития образования в условиях глобальной цифровизации. Предлагаются направления государственных и частных финансов, банковской и страховой сферы с учетом новых потребностей экономики. Для научных работников, преподавателей, студентов, всех, кто интересуется проблемами исследования цифровой экономики. Цифровизация – это основное направление, и именно та глава, которая постоянно включается при актуализации учебных изданий. Мы рады вам ее представить. Издание внушительное, больше 400 страниц. Пользуемся. По направлению управления инновационными проектами. Вышла интересная книга. Уже упоминала я об одном из ее авторов, Можаеве Евгеньевича. Это издание посвящено инновационным проектам. Инновационный проект – управление работами по его реализации. Учебное пособие. В нем раскрыт понятие проекта, инновационный проект и его признаки. Представлена классификация проектов, определены цели, стратегии инновационного проекта, его структура и фаза жизненного цикла. В пособии описана сущность управления инновационными проектами, сфера управления, процессы и функции управления, основные критерии оценки инновационных проектов, методы отбора инновационных проектов, методы определения экономической эффективности и капитальных вложений в инновации StageGate Model как инструмент отбора инновационных проектов, методика оценки их эффективности. Издание предназначено для студентов и аспирантов в качестве учебного пособия, для системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Объем небольшой, чуть больше 100 страниц, но информация, содержащаяся в нем, более чем существенна. По направлениям кадастр недвижимости, основы кадастр недвижимости, типологии объектов недвижимости и энергетика подготовлены методические рекомендации по проведению экспертизы объектов недвижимого имущества в части определения класса энергоэффективности. Это еще одна книга, которая добавляется к двум частям по энергоэффективности, рассказанных ранее. Это издание предназначено для использования в качестве руководства организациями, осуществляющими экспертизу объектов недвижимого имущества в части определения класса энергоэффективности и энергетических обследований. Объем книги большой, более 500 страниц. Так что методические рекомендации по проведению экспертиз, они не могут быть маленькими. Книга, выпущенная по направлениям управления инновационными процессами и управления инновационной деятельностью, это учебное пособие управления инновационными процессами в техническом обеспечении сельского хозяйства. Издание посвящено вопросам управления процессами создания инновационной техники для сельского хозяйства, понимание закономерности развития инновационного менеджмента, выработке стратегии и тактики управления. Представлены методы реализации технических решений, структурных преобразований в организациях разработчика и завода-изготовителя, оценки эффективности инновационных решений на разных стадиях создания разработки, проверки качества, формирования банка инновационных решений, пригодных для освоения и так далее. Это издание предназначено для студентов и аспирантов в качестве учебного пособия, для системы профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а также для научных работников, конструкторов и технологов, как пособие для решения методических и практических проблем производства, управления инновационной деятельностью в отраслях АПК. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. По этому направлению была подготовлена монография, актуализация подходов к мотивации и стимулированию труда в современных условиях. В монографии рассмотрены концептуальные и методологические подходы к уточнению сущностей и видов мотивации и стимулирования труда работников в современных предприятиях. Представлен критический обзор основных теорий и моделей мотивации и стимулирования. Систематизированный фактор, раскрыт процесс трансформации, рассмотрен мировой опыт мотивации и стимулирования труда работников в предприятиях в условиях рыночной экономики. Разработана концепция мотивации и стимулирования труда для социально ответственных предприятий, обоснован синергетический подход к комплексному применению методов материального и нематериального стимулирования труда и предложена методика оценки эффективности механизма мотивации стимулирования труда работников в предприятии. Представлены результаты ее апробации на примере конкретного предприятия. По направлению экономика России, управления эффективностью производительности труда, подготовлена монография «Анализ производительности труда в экономике Российской Федерации». Эта монография посвящена теоретикам, методологическим и практическим проблемам производительности труда в нашей стране на этапе формирования и развития рыночной среды. Высокая значимость производительности труда в рыночных условиях с высочайшей конкуренцией акцентирует пристальное внимание к нему теоретиков и практиков. В монографии анализируется развитие производительности труда в России и за рубежом с применением статического, сравнительного экономико-математического и других методов. Освещается большое количество информации о производительности труда в рыночных условиях и воздействия конкуренции на это, особенно на протяжении последних трех десятков лет. Основные методические положения и выводы сформулированы в виде конкретных рекомендаций, могут быть использованы в учебных заведениях, на предприятиях в целях совершенствования деятельности и повышения экономической устойчивости их функционирования, а также федеральными, региональными и муниципальными органами управления для координации развития системы производительности труда в условиях конкурентной борьбы. Монография рассчитана на внимание ученых, практиков и студентов, а также для использования в учебном процессе при преподавании экономических дисциплин. Наше любимое направление – налоги и налогообложения. Мы выпустили практикум налоги и налогообложения в системе экономической безопасности. Практикум содержит задания, контрольные вопросы, тесты и экспресс-опросы. Обратите внимание, направление налога и налогообложения по специальностям 38.0501 – экономическая безопасность. Сюда же мы включили тесты задания, а также варианты проведения экспресс-опросов по рассматриваемым темам. И актуален этот практикум будет для студентов, магистрантов и преподавателей высших учебных заведений. По направлению маркетинга был выпущен учебник маркетинг персонала. Этот учебник по дисциплине маркетинг персонала разработан в соответствии с федеральными государственными стандартами третьего поколения и учебным планом. Предназначен для преподавателей студентов вузов, колледжей, школ бизнеса, изучающих курс маркетинг персонала, а также для специалистов практиков. Материалы могут быть использованы при разработке учебных программ в процессе преподавания ряда дисциплин, связанных с маркетинговыми направлениями в области управления персоналом. По направлению правовое обеспечение государственного и муниципального управления мы выпустили сборник научных трудов «Ответственность в государственном управлении». Ответственность в государственном управлении является одной из форм воздействия на управляемые субъекты, посягающих на системное функционирование органов государственной власти и должностных лиц. Выявление и привлечение к ответственности таких лиц способствует эффективной, организующей, исполнительной и распорядительной деятельности государственных органов управления. В сборнике представлены результаты научных исследований преподавателей молодых ученых одного из наших вузов, Саратовской государственной юридической академии, посвященных правовому регулированию ответственности в сфере управления, порядку и условиям ее применения взаимосвязи, отдельных видов ответственности, а также особенности квази-административной ответственности. В этой книге сформированы предложения по совершенству отдельных форм конституционного, административного, финансового, налогового, экологического и иных отраслей российского законодательства. По гражданскому праву вышло учебное пособие сделки с недвижимым имуществом. В нем излагаются вопросы, касающиеся понятия недвижимости и сделок с недвижимостью, видов сделок с недвижимостью, условий их действительности, правового регулирования сделок. Материалы пособия базируются на законодательстве, действующем на 1 сентября прошлого года, на материалах судебной практики, работах видных ученых-цивилистов. Не заменяет собой учебные пособия и учебники по гражданскому праву, и данное учебное пособие рекомендуется для изучения Министерством образования и науки Российской Федерации. Оно может быть использовано для дополнительного углубленного изучения его отдельных тем, подготовки к семинарским практическим занятиям, курсовым выпускным экзаменам. Пособие подготовлено в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего образования к содержанию уровня подготовки выпускника по направлению 03-09-00 и юриспруденция. Предназначено оно студентам юридических факультетов, магистрантам, преподавателям, а также лицам, интересующимся гражданской правовой проблематикой. По направлению профессиональная педагогика был выпущен сборник статей «Профессионально-педагогическое образование, состояние и перспективы». Сборник статей включил в себя статьи педагогов, сотрудников, аспирантов, магистрантов, соискателей, студентов вузов и колледжей, учителей школ и лицеев, принявших участие в работе Межвузовской студенческой международной научно-практической конференции «Профессионально-педагогическое образование. Состояние и перспективы». В статьях, представленных в виде докладов на научно-практической конференции, отражены результаты исследования актуальных проблем профессионального и общего образования. По направлению педагогика был выпущен сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Ребенок в образовательном пространстве мегаполиса». В сборнике представлены материалы Всероссийской конференции «Ребенок в образовательном пространстве мегаполиса», состоявшийся в Московском государственном педагогическом университете. Он предназначен для студентов, психолого-педагогических специальностей и направлений подготовки, исследователей и работников системы образования, воспитателям, учителям, педагогам, психологам и руководителям. Внушительнейшее издание, почти 800 страниц, лучше его читать в электронном виде, но тем не менее, о том, насколько оно актуально, мы видим по запросам на это издание, рады его представить в 2019 году. По направлению языкознания «Русский язык, культура речи» выпущен словарь «Неологизм и цифровой культуры». Это активный словарь «Миллениала». Благодаря этому словарю я узнала, что мой семилетний сын не грязно ругается, а, оказывается, использует активные слова, актуальные сейчас среди молодежи. Словарь небольшой, всего 49 страниц, вы узнаете не только, кто такой нуб, хейтеры и так далее. При подготовке этого издания были проанализированы свыше 800 лексических единиц и отобраны 216 наиболее часто используемых. Для их выявления проводились опросы и анкетирование среди студентов первых-вторых курсов. Издание может использоваться в качестве дополнительной литературы при изучении дисциплин гуманитарного цикла «Русский язык, культура речи», «Иностранный язык, культурология». Также словарь представляет интерес для специалистов в таких областях языка, как языкознание, культурология, обществознание. И, кроме того, он предназначен для широкого круга читателей. Также по направлению языкознания был выпущен фразеологический машинный перевод текстов. Это теоретические основы и технологические решения. Монография. Эта книга тоже уже вышла в печатном виде, внушительная, изданная прекрасно. В монографии рассматриваются теоретические основы и технологические решения в области разработки систем машинного перевода текстов нового поколения. Систем фразеологического машинного перевода. Концепция создания таких систем была предложена профессором Белоноговым еще в 1975 году. В рамках этой концепции впервые было сформулировано утверждение, что в качестве основных единиц смысла в словарях систем машинного перевода должны использоваться наименования понятий фразеологические словосочетания. В этой монографии описаны основные принципы и технологии создания и функционирования таких систем, позволяющих получать высокое качество перевода текстов. Наряду с техническими решениями в монографии также рассматриваются процессы управления функционированием системы, ее настройки на конкретные предметные области и взаимодействия пользователей системы в процессе диалогового общения. Монография рассчитана на широкий круг научных сотрудников и специалистов в области научно-технической информации, компьютерной лингвистики и информационных технологий, а также преподавателей, студентов и аспирантов системы высшего образования. В сентябре был выпущен заметный пул книг по иностранным языкам. По английскому языку был выпущен лексический тренажер для 5-11 классов. Соответственно, для 5, 6, 7, 8 и так далее, это каждое пособие отдельно. Оно содержит небольшие тексты, монолог и диалог к каждому модулю учебника. Тексты представлены на английском и на русском языке. Рассмотрены этапы работы с текстами, чтение текста, перевод текста, перевод текста с русского на английский, с английского на русский. При работе с текстами, обращая внимание на словарные слова к данному модулю, выделены особым шрифтом. Лексический тренажер – это незаменимый инструмент в изучении любого языка. Он нужен каждому, кто действительно хочет достичь значительного прогресса в пополнении своего словарного запаса и изучения английского языка в целом. В сентябре мы охватили и школу, чем очень гордимся. Также для школьного контента был выпущен шаблон рабочей программы аннотации книг по английскому языку для 2-7 классов. Опять же, каждый класс в отдельной книге. Это шаблоны программ к УМК «Английский фокусе» – «Быковый», «Дули», «Поспеловый» и «Эванс». Учебно-методическое пособие. Для данного УМК шаблонов рабочих программ до этого не было. Мы рады представить их наконец-то и можем отметить уже особую активность по пользованию этими программами. Предлагаемое пособие содержит проект шаблона рабочей программы и аннотации к ней по английскому языку, позволяющий учителю-предметнику, меняя блоки и добавляя необходимую информацию, сформировать именно то, что ему нужно. В шаблон входит аннотация, пояснительная записка, место учебного предмета в структуре образовательной программы, количество часов, отведенных для реализации программы, цели реализации программы, документы, используемые для составления рабочей программы. Особенности содержания курсов входит сюда. Это описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной дисциплины. В общем, все то, что необходимо включать в рабочие программы дисциплин, это пособие предназначено для учителей-предметников, для студентов, магистрантов, педагогических вузов, слушателей курсов повышения квалификации. И повторяю, что к данному УМК еще никто не выпускал шаблонов рабочих программ. Учителя-предметники вынуждены были до этого момента сами составлять по известному им перечню все то, что должно входить в рабочий программ по работе с этим УМК. По направлению социальная психология было выпущено учебное пособие для обучающихся по СПО. Современная социальная психология, автор Мандель. По среднему профессиональному образованию книг именно такого уровня немного. И я уже говорила на вебинаре в мае, что одной из приоритетных программ направления в этом году у нас является именно наполнение контента книгами для среднепрофессионального образования. Поэтому то, что появилось это учебное пособие, это закономерное, мы рады его представить. Оно создано для учащихся будущих специалистов среднего звена, пробующих свои силы в различных сферах образования, культуры, социальной работы, экономики, бухгалтерского учета, гостиничного сервиса, туризма и так далее. Пособие представляет собой курсы с инновационным расположением учебного материала в соответствии с модульным распределением тематики. Эта книга будет полезна и интересна не только учащимся, но и всем интересующимся в социальной психологии, как актуальной, динамичной, активной, быстро развивающейся теоретической и практической составляющей современной науки и практики. Не только в нашей стране, но и за рубежом. Как и все книги Бориса Рубимовича Манделя, эта книга весомая, немаленькая, 430 страниц ценнейшего текста. Рада безумно представить еще одну жемчужину в нашей коллекции по СПО. По направлению социальной психологии, социологии, психологии, управления, конфликтологии была выпущена книга «Психология малых групп». Это учебное пособие, оно раскрывает механизмы межличностных отношений поведения человека в малой группе, самой распространенной форме объединения людей. В этом учебном пособии представлены в системном виде достижения отечественной зарубежной социальной психологии, раскрывающие сложные вопросы процессов групповой динамики. Прежде всего, это межличностные конфликты, их источники, содержание и способы разрешения. Также представлены социально-психологические теории, объясняющие с разных позиций социальное поведение человека. Подробно рассмотрены вопросы психологии общения и межличностного взаимодействия. Представлена оценка положительных и отрицательных сторон этого взаимодействия. Для практических занятий представлен тренинг бесконфликтного общения. Учебное пособие выполнено в первую очередь для студентов ВУЗа, изучающих социальную психологию и смежные с ней дисциплины. Психологию, управление и конфликтологию, а также для всех студентов, интересующихся межличностными отношениями в ученических профессиональных группах. Учебное пособие может быть интересным психологам, практикам, бизнес-тренерам, руководителям коммерческих и бюджетно-ориентированных организаций, а также всем, кто хочет понять групповые процессы и выстроить собственное грамотное социальное поведение. На этом новинке в области учебной и научной литературы мы в сентябре завершили. Но, как я уже говорила, мы занимаемся не только научной и учебной литературой, но и формируем коллекцию уникальных книг. Например, здорово пополнилась в сентябре коллекция по мемуарам замечательных людей. Я не буду останавливаться конкретно на каждой книге. Вы, надеюсь, что сохраните себе эту презентацию, а также по запросу мы можем выслать актуальный прайс наших изданий, где выделены все новинки. Просто посмотреть на то, что мы издали в коллекции мемуаристики, это просто удивительно. И воспоминания Любови Дмитриевны Блок о том, каким был на самом деле Александр Блок, мы были ли лица об этой паре. Замечательные воспоминания о жизни Джека Лондона. Совершенно потрясающее мемуарное произведение лица Евгения Замятина. Это какие-то совершенно небольшие окна в прошлое, которые я не то что рекомендую, а вот настоятельно рекомендую обратить ваше внимание на них. Итак, напоминаю, что мы регулярно выкладываем в наших соцсетях появившиеся новинки. Будем рады вас видеть в нашем аккаунте в Инстаграме. Также надеюсь на встречу в конце октября. Я расскажу о новинках октября. Надеюсь, что вы в результате этого вебинара что-то выбрали для себя, для своего направления, если вы преподаватель, для своей библиотеки, если вы библиотекарь. Как получить эти книги, будем рады ответить. Последний слайд, он с нашими контактами, они не меняются. Пишите, звоните, мы будем рады помочь вам в выборе книг. И разумеется, ждем вас на обзоре наших новинок октября. Если есть вопросы, буду рада на них ответить. Если нет, то желаю вам приятного рабочего дня. Спасибо. Спасибо, особенно Альбине Владимировне, которая три раза сказала об этом. Спасибо, что послушали. До встречи через месяц. Всего доброго.